...часть от того, что это значит. Мы хотим ожидать что-то другое? Нет, нет, ну... Мы как бы не ожидали, но, наверное, что бывает на эту пользу. Можно теперь сбить его просто? Можно людей спросить, что они не знают, потому что мы... Что сегодня будет? Значит, мы про корни что-то такое не договорили, да? Нет, но составление системы диаграммы в жизни... Этого у нас нет, да. Вот. Это надо сказать. Нет, это, конечно, надо будет сказать. Значит, в перспективе еще какие-то группы построить в явном виде, которая уже два там... Я не знаю, сколько мы это сможем сделать сегодня. Вот. А... К вам может быть некий общий вопрос, насколько вы знаете для риманологеометрии, то есть слышали вы что-нибудь про нее. Потому что группы вообще, они определяются, ну, не определяются, как появляются. как симметрии чего-то. Вот. Там, скажем, артериальная группа, как симметрия квадратичной формы, да? Вот. А симметрическая группа, как симметрия внешней формы. А, ну... А, ну... В этом смысле, есть векторное пространство, и есть полная армейная группа, которая там действует. Например, это надо что-то сохранять. В. 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 Это общий элемент вот здесь, и его стабилизатор, это революционный друг. Правильно? Если я это думаю... Ну, сроком говоря, общий элемент очень придан. Что? Ну, конечно, можно пройти. Ну, так, ну, понятно. А можно без звёздочки? Можно без звёздочки, да, поскольку есть и общий элемент, то оно пройти. Нет, но вопрос, наверное, подставляющего со звёздочки, что без звёздочки. Большой разницы нет. Нет. Что последнее сказано? Общий элемент. Ну, это правда. Ну, развертый элемент здесь, это всё-таки его матрица грамма-образима. Поэтому его можно понимать как элемент, это не важно. Нет, ну, понятно, что значит, это образимый, но он уже просто такой... Нет, ну, если нас интересует группа симметрии фор, то можно брать элемент отсюда, а можно брать просто фор. Ну, вот, но в любом случае, значит, если так, ну, то есть симметрическую подрядочную фору. Вот. И вообще задача про форму, она, собственно, какая? Что есть формы, элементы вот этого пространства. А на них есть и группа. Вот. Можно ставить два вопроса, которые друг с другом связаны. То, что беременность будет пересыла их орбиты, то есть формы и друг с другом одинаковыми, если они переходят друг к другу в изменение координат. И, значит, вопрос о том, сколько таких форм бывает относительно этого дела. То есть всё пространство формы разбивается на подмножество, которое в этом случае действительно конечное множество, и всё очень просто. Вот. А задача... В симметрическом случае тем более. И в симметрическом случае... Да. Ну, в симметрическом случае, например... И тут, и тут... Да, да, да. Да, да, да. В симметрическом случае, который не стандартный, а просто хочется понять, насколько Вы это знаете или помните, как классифицируется форма относительно? Ну, в принципе, когда такое сказано, просто задача поставлена ранимой родителям. А, ну, не обязательно. А, ну да. Не обязательно, да. Не вырождена она чем-то лучше, конечно, но, в принципе, вот есть пространство, на котором действует группа, и всё разбивается как на части относительно любвищества. Вот. И что же это за разбиение? А поле у нас какое? Ну, поле? Самое интересное, да. Поле какой-то хатсиция. Вот для этого, значит. А, ну... Ну, а характеристики-то, может быть, не два. То есть, не характеристики, наверное, мы с удовольствием с удовольствием. Да, да. Это для нами там просто орбита немножко больше. Ну, да. Ну, в смысле, я просто не вырвожу, но она приводится к какому... И к этому виду, что она не подрастается. А какие... А описание задачи по описанию орбит? Что означает? Ну, кстати, ну, вот и орбита, и вот это вот... Ну, ну, орбиты это... Час? Ну, из-за меня не пояса, она приводится к вот такому виду, если мы, скажем, что из-за меня не пояса, то вот это орбит, а его нет. А другие... Сколько их там всего? Ну, а никто же не сказал, что они вырваны. Ну, вот если вырваны еще смотреть, то... Ну, вот это вот... Ну, вот это вот... Вот это вот пространство... ФОР. То есть, это угольница, да, вот... Их-выберка. Другой сторон, квасиметричная, она там ставится отчислищество. Вы, если формы хотите распрессифицировать, стоященство для сопряжения. То есть... Ну, сколько... Стоященство для сопряжения, это означает стоященство и это замены базиса. Две формы одинаковые, если можно выбрать базис, базисы так, что они прямо становятся одинаковыми. Стоященство для формы одна. Ну, если пространство параметры, то, наверное, там... Не вырваны на форме. Нет. Ну, это разная. Это разная. Кстати, М всего, да, и здесь одна не вырваны. Ну, да. Да. Там... 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 Ранг, где определяется... Ранг. Ранг. Да. Ранг, соответственно, должен быть четко. В общем, что касается изучения групп, то это, конечно, простейший вопрос. Если Вы уже там знаете про задачу о симметричной форме, то это можно по-разному обобщать. Нужно находиться симметричной формы. А можно сделать задачу более геометрической, то, что мы тоже будем обсуждать. Ну, например, вы слышали, а здесь мы просто учили, там, симметрии каких-нибудь геометрии, там, еще чего-нибудь. И группы, собственно говоря, так появляются. Геометрия Лобачевского, например. Здесь Вы просто это обсуждали. То есть геометрия Лобачевского – это плоскость Лобачевского. Ну, это Вы, может быть, тоже слышали. Плоскость Лобачевского – это что? Ну, в смысле, модель какую-нибудь? Ну, значит, нет, ну, не определение аксиома, естественно. Это тоже можно, но, наверное, не нужно. А вот модель. Ну, например, это нам объясняли, как в конусе, то, например, нам так воскость говорит, идти и медицинского братья в случае шесть тысяч. И геометрия, например, геометрия. Это… Либо как в вершую полуковскость. В комплексе, то, что у нас с другой геометрия. Там есть две вот эти модели конкретные, диски верхних двух. Вот, да, вот эти модели диски делают, да. А есть геометр общая модель, где геометр? Нет, геометрия вот это, например, геометрия это множество, то есть оно в одной из моделей это внутренне скруто. Вот, а раз это геометрия, это означает, что мне нужно знать, кто здесь применит. Ну, в необычном модели применения есть просто вот такие применения. Вот. А тогда у вас задаётся вопрос, кто такие симметрии его темпы, то есть кто преобразование этого диска сюда. Ну, непрерывные, конечно, дисференцированные, сейчас мы не будем обучивать с этим вопросом. Которые переводят прямые в прямые. Это означает симметрию вот этой структуры, то есть у вас имеется такая структура, множество, которое в данном случае вот такое, и набор подморок, которые названы прямыми. Вот. Они там чему-то удовлетворяют, но сейчас даже без метрики. Вот просто такое. Ну, геометрия, это метрика, это же потом. А геометрия, это множество, я знаю, нужных подмножек, которые называются прямыми. А коли так, то тогда задаётся вопрос о симметриях этой структуры, то есть. Какие, собственно говоря, преобразования этого салва диска сюда, значит, перевод прямые в прямые. Ну, в этой модели, значит, не помню, а в модели Планкаре там смягкие относительно ортогональных окружностей. Значит, сначала модель Планкаре в чём его заключается? Ну, либо плитки, либо полу плоскости. Да, в этой модели... И объекте можно тоже Планкаре, там прямыми будут окружности, ну, другие окружности ортогональных. Ну, можно просто это двое. Да, конечно. Ну, может, еще двое, 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 двое? Ну, уровень немножко меньше, ну, в общем, почти что так, так. Ну, скорее, P7, 2, R. Болу прямыми комплексными сближениями. А, ну, P7, 2, 2, 2, 2. А, ну, комплексные сближения, сейчас, но он уже переводит полу плоскости в себя. Ну, там, сейчас. Нет, я не совсем правильно, то там действует, конечно, вообще говоря, значит, при образовании контекстных плоскостей с сохранением вещественного тяну, действует, скажи, и по R, и еще конкретные сближения. Вот такой конкретный. Ну, а эта группа, она, конечно, может верхнюю плоскость переводить. У нее четыре компонента с этим. Соответственно, две из них меняют половину заместаемых, а две не менее. Возможно, это все две, которые они имеют. Вот. Это соответственно, P7, 2, R, умножить на единицу, здесь. И C, умножить на вторую компанию. Ну, вот такая группа. Нет, это такая группа. Значит, что касается общей каждой идеологии, то вопрос у нас в том, что мы берем какой-то объект геометрический, ну, который действительно всюду появляется, содержатель и там, и все такое, и он симметричен. Вот поэтому, значит, мы, собственно, его группу симметрии и находим, но она, конечно, не является какой-то новой группой, но вот такая себе группа. Вот. Значит, вообще это все компактные и некомпактные полупростые группы, хорошо это настроиться вот так. То есть, вам берется какой-то аналог геометрии, и, значит, потом ее симметрия, это вот это. Как должен ее найти? Ну, например. Здравствуйте. 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 Ну, я не знаю, про корни, да? Нет, нет. Ну, слушай, чтобы закончить детство, мы, которое я тут говорил, что, скажи, что в принципе есть этот, но вот это два примера, когда группа ЖЛВ имеет здесь аспектуальность. — Открытая орбита — это означает, что если бы мы взяли любой элемент отсюда, то есть любую пазартиническую форму, она могла быть, например, вынуждена, но я всегда можно чуть-чуть пошевелить и здесь бы не вынуждена. Это, собственно, и означает, это как делается тем, что там есть открытая орбита. Что касается лямбда-2, то это со звездочкой там аналогичнее. Ну, люди, естественно, в XIX веке, когда они осознали этот вопрос, они, например... Ну, одни люди изучали геометру и так далее, другие, скорее, не на аудиторию, но естественный вопрос следующий, который возникает здесь, ну, просто естественно. А по-другому, значит, у вас есть не симметричная форма, а кубичная форма. Ну, это косы. Да, вот косы или симметричные? Но симметричные это совсем не сложно. Что-то много. Нет, а почему это мы потом объясним? А классификация, например, косых форм? Ну, это, значит, ну, это классификация и нахождение двух семидей. Ну, это естественная задача обобщения вот этого года. И что из них происходит, мы тогда же и обсудим потом. Вот. Да, ну, в принципе, это такая вполне посильная задача, элементарно формулируемая. И, в общем, ее можно и без особых средств, в общем, решить, что в каких, собственно, случаях, до какой размерности вот здесь есть открытая железная орбита. Ну, значит, от каких пределов лежит размерность? Нет, ну, этот вопрос может не честно обсудить, действительно, чего отсутствует. Но для того, чтобы снять этот вопрос, мы, например, узнаем размерность этого пространства. Вот мы положим B, где-то размер N. Косоматый у этого пространства размерность. В общем, N, 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 N. Ну, А-а-а-а-у-а. Да? То есть, надо означать, что у нас имеется некоторое пространство. Давайте его нарисуем здесь. Видим, так... что лучше будет 9.30 образ. Это вот 0. Вот. И размерность у него вот такая. Теперь на нем действует группа жрель B. Ну, то есть она берет элементы этого пространства и поворачивает, собственно говоря, соблюдочек, и при этом, естественно, меняется форма. То есть таким образом, что, собственно, получается? Вот вы здесь берете точку и форму, и начинаете на нее действовать вот эта самая группа. У вас, значит, здесь высовывается при этом то, что называется орбита. Отличное точку и форму. Это ноль. Ну, вы заметите, что ноль – это типичная орбита. Потому что делаем… Какая-то не типичная ноль орбита. А, нет. Типичная в смысле. Простейшая орбита. Простейшая орбита не придумаешь. Вот. Ну, можно, значит, то есть… Ну, как бы это ни было, это не явление, в которой вот эта орбит, которая тут написана, она… Значит, здесь эта группа на ней вырезает, ну, какие-то орбиты. Вот. Значит, теперь это… Ну, какая у этих орбит может быть размерность? Нет, ну, Олег, это… Размерность – это какой-то кусок, чтобы по научному, там, познему награду, соответственно, разбудить. Теперь какая у нее может быть размерность? Чтобы знать, какая у нее может быть размерность у этого куска, надо знать, какая размерность вот у этого. Ну, вот это же может быть размерность у этого куска. Ну, вот это же может быть размерность у меня к кладбата. То есть растягивание формы у него тоже можно? Да, оно может растягивать, а то есть будет, в принципе, какая-то другая форма, почему нет? Нет, но это открытое условие, оно не меняет как мы. Хорошо. Значит, после этого можно себя спросить, например, такое. Значит, ну что значит открытая орбита? То есть это означает, ну, понимаете, что может случиться? Вот эта штука, которая здесь написана, она растет кубически. Понимаете? А число 1 квадрат, она растет квадратично. И вот, например, если получается, что n на n-1, n-6 на 6 больше, чем n квадрат, то в этом случае... А, чёрт? Минус 2. Минус 2. Да, 6 это случается, не знаю. 6 это просто перекочевает. Он не подготовился, да. Вот такое может случиться, а что это, собственно, значит? Давайте я размечаю, что такое у этого размеры большой, а у орбиты размеры всё-таки поменьше. Поэтому у нас заведомо этих орбит будет много, и размерность, скажем, множество орбит по какими-нибудь разнообразности. Открытая орбита в этом случае быть не может. Вот. Ты-то орбита должна быть вот такую разнообразность. Да. Вот. Поэтому это никак не может быть. То есть если есть открытие разнообразности, вот, например, что происходит вот здесь, когда у нас тут стоит двоих. Ну, да, понятно, что у меня имеется один единичка пополам. Это разумея на светов, правда? Да. А группы, которые здесь действуют, это инклабер. Это, конечно, больше сильный, чем это. Как бы это было, что мы понимаем, что вас сопряжённые? Ну, я распоряжённые. Нет. Этим символом обозначено... Да, это сопряжённое, но и вообще это то же самое, как оттранцы классисиметических форм. Открытые. Да. А почему это непростая новая? Оттранцы классисиметических форм. Ну, потому что даже в них можно поставлять век, если они... ну, как? Это во время просто... В этом звёздочке это функционал. А, окей. А это велинейный функционал. Нет, ну к звёздочке ничего особенного нет. Звёздочка и звёздочка. Нет. То есть, если вы в пространстве там уже с фиксированными как бы... с фиксированными соревнованиями произведениями, то можно это и... с оттранцами. Нет, ну, в общем, как бы то ни было, значит, у нас здесь получается вот нечто, что имеет только вот такую размерность. Вот такую вот. А группа, которая здесь, это импродакт. Вот. Если я возьму невыразделную форму, то... то, что её оставляет на месте, это, значит, символитическая группа. А её размерность всё-таки вы тоже должны знать. Да? Какая у неё размер? Нет, скорее, ну да, этот способ её найти? Нет, нет, ну, её можно... Конечно, этот способ её найти, но, может быть, вы знаете, каким-то иным способом. Да, да, это можно сравнить. Ну и сколько получается? Сейчас... Размерность... Да. Чемпионатическую группу. Да? Это сставляет на месте. Да, да. И какой-то общий опыт. Нет. Я бы сказал, скажем, да, простите? Ну, там, размерность... Чёртка, чтобы это было с обеих... А, нет, чё, через условия... На... На... На углу можно печатать, через упоры. Ну, можно, да... Можно этой группы найти, касательно, крестканцев... Вот, он будет, собственно, да. Да. Оно будет такое же разное. 7% единиц, это мальчик, на какие мысли. Это практический такой. Ну я выписываю. Нет, ну там точно видно, надо написать и будут условия на блоке. Да-да, давайте посмотрим. Ну напиши, что бывает действительно практический. Значит, эта задача пока имеет смысл и чёртный один несчётный вариант, но... ну вот такое вот слово, да? Ну у тебя там блоки были, а вот тогда вот так, да? И в слове тогда вот такое. Да, равно будет. Может быть и единичку поставили? Относительно от карикады. Побойте для знаки, кто будет в блоках или что-то. Ну это как раз вот, так сказать, касательное пространство в единице. Ага. Сейчас Омега это что, или какой-то это пол? Ну Омега это пол. Омега это пол. Омега это пол. Какой выйдет появится... Что ещё мы можем с вами эд фотосиметрической матрицы. Ну, поэтому, если это значит икс,ширь лето. Можно вам их написать в лодчном виде, их тоже написать в лодчном виде, но вот оно и получится что-то. Да, это они санканированы. Ну и такая же размерность, то есть теперь наше n это не n-2, это m скорее, но чтобы это было в точности о том, о чем шла речь. И сколько же там получается? Ну это конверт. М на 2-1? Ну вроде плюс, нет? А, почему? Ну, скорее плюс. Ну, вроде я не знаю, плюс 1-2. М на 2-1 это правильно, но вот потому происходит это условие на самом деле. Какое условие оно было? Потому что а, оно минус, нет, не санканированное, а... Оно с какого виду форму-то? А, ну это если форму... Ну вот так получается, если форму... Да, да, да. Е0 или минус Е, да. Ну да, тогда там не просто. А, ну да, если вот так... А, ну да, если вот так... В прошлый раз я... Да, в прошлый раз я... Да, давайте, естественно, всё унифицируем. В прошлый раз был так, тогда машина будет не раскрывать. Сейчас, вот тут только минус. А, нет, первое придёт. Нет, но придёт там просто будет диагональ. Придёт, да. То есть оно будет... То есть транспонирование надо понимать как... Транспонирование как-то будет это самое. Относительно побочной диагонали. Тогда будет вот так, а эти сам функции лежат. В смысле B равно B... Ну, и вообще, оно всё Hажетное по месту мнению. Точно то sozusagen побольше диагонали. Да, относительно то это побольше диагонали. Ага. Вот, тогда, соответственно... Соответственно будет M в квадрат. M в квадрат здесь. И M на M плюс один пополам. Еще раз M на M плюс один пополам. И получим. У нас в итоге размерность подпространства получилась единичная, если одну из другого участия. Сейчас. Нет, ну я тут ответ на Н плюс один у Павла. Это как на вид синтетических групп. Ну вот если разность посчитать между... Мне зачем? Между размерностью группы, размерностью подгруппы, Расстанется разными размерами однородного пространства, группы в памяти, которые есть сервисами. Напишите. То есть используется собственно общий факт из теории группы? Просто что если вообще группа G действует по множеству и такой пример, по множеству. У этого ИХ соответственно есть стабилизатор. И есть орбита ИХ. Это соответственно просто все элементы гидро ИХ. Это множество, а на самом деле относится к действиям группы. Это те кто-то торопит, да? Действия группы. Итак, множество с действием группы это просто однородный пространство. У нас тут межных классов. Уже по жизни. Если мы интересуемся разменностью, то соответственно... Ну, разменность соответственно в таком вычитательстве. Да. То есть когда G это группа И, а GX это там какая-то под группой, то это что говорит, что есть рассвоение на самом деле G на GX со слоем стабилизатора. А в нашем случае стабилизатор? Что? В нашем случае множество, на котором группа действует, это вот эта вот стабилизатор. Точка там это невырожденная какая-то форма. Ее орбиты это просто все формы, которые эквивалентны данным. Ну, а в этом все написали. Просто не пишут. Вот. Словарик. То есть в данном случае это опять X. Теперь не имеет X. Значит, у нас будет всегда вот эта форма Омега не выжиганная. Омега. Значит, орбита, X, это просто все формы, ну, эквивалентны и Омега. То есть получающие сезонные и рухоменные базы. То есть получающие с тем, это действие в ленин, в полной ленинной группы, то есть 100 минут. Вот. Стабилизатор точек. Это все линейные преобразования, то есть все замены базы, которые сохраняют зоника. То есть это SP. Вот. То есть у нас есть расслой. Да. И, значит, вот это общее соображение, оно говорит, что у нас есть расслойение. Вот. Надо орбитой со слоем стабилизатора. Мы расслойили это отображение только в конце концов. Здесь G в GX, который просто G гонит в GX. GX при действии сохраняется X на месте, это подгруппа. Но в группе есть координаты такие, которые перпендикулярны на этом уже есть. Они все создаются из формы что-то новое. И... Ну да. То есть... Но поэтому это вычисляет, собственно, и происходит. Если я рассматриваю ответственность точки X, если я... Ну да. Как-то это... Ну да. Откредственность скорее единицы в думе, да? То есть направления, которые... Ну, которые точку X никуда не двигают. А есть демоцирциальные направления, которые наоборот идут. Демоцирциальные направления – это часть размерности армии. То есть... И... И у нас все... Вот для этих внешних форм все совсем стоит. Если вы рассмотрите симметричные формы, то она стоит как все соединет. И ровно точно так. То есть я прочитаю. Вы будете платить в стопах, что N квадрат, это N, N, то я не попал. Ну, соответственно, в одном случае, соответственно, вот эта размерность орбиты – это размер стабилизатора, в другом случае наоборот. Размер стабилизатора – это размерность орбиты. И на внешних формах тоже видно еще явление, что у нас все пространство разбивается на орбиты, а орбиты – это, соответственно, равный форм. Значит, у нас размерность орбиты, естественно, падает. То есть эта самая большая по размерности, например, чисто 0 – это самая нормальная. У него размерность 0. А между ними там еще имеются всякие. Вот. Это соображение про орбиты, оно, конечно, к любой орбите относится. То есть размерность орбиты падает, а размерность стационарной группы наоборот растет. Ну, я не знаю, что это сделать и сейчас или нет. Полезные упражнения просто, чтобы понимать, что происходит. Ну, мы же знаем, там, невыразленные формы – это когда N чёрная. А что происходит, когда N нечёрная? Ну, вообще-то, типа, то же самое, да? Но только общая орбита, там, открытая орбита, там, это кто? Как самая большая. А, тогда нас еще раз рассматриваем в случае синтетическое и ничёмное? Да. Ну, так примерная пространство, и мы рассматриваем какие формы. А, там будет открытая орбита. Тоже будет открытая орбита. Тоже будет открытая орбита. Да, вы, собственно, знаете, нас уже разговаривали, давайте еще раз скажем. Открытая орбита там – это кто? А, там, кто? Так, а можно еще раз, вот, открытая орбита – это много. Это, типа, что ты скажешь, что-то выражено, что можно поделать? Нет, да, ладно, это… А, ну, это уже слово просто орбита означает. Нет, ну, орбита – это вот собственно отиктая. То, что из данного элемента… А, это орбита орбита? Открытая значит, что она и вода открытым под множеством он должен бросать на которую подъехать. В частности, имеется уже размер. Ну, на самом деле, это регулярно, потому что она имеет уже размер. Любая орбита, она открыта в самом замыкании. Ну, кто такие орбиты, мы бы это сказали. Кто эти вообще? Какие две формы эквивалентны? Рампы, наверное. Правильно. Значит, теперь среди этих орбит имеется открытая орбита. Ну, орбиты все эквивалентные. То есть, у них там какой-то рамп, и тогда множество таких вот, ну, вот как здесь, для черномерного пространства. Если рамк ноль, то любые две такие формы эквивалентны, во-первых, а во-вторых, это открытая орбита, то есть... Есть рамк ноль. Есть рамк ноль. А рамк это кто? Нет, рамк это наоборот. Есть рамк двое. Да, да, двое. Два эр. Два эр. Хорошо. Рамк двое. Вот, она открытая. Открытая означает... что это означает слово открытая? Настойчиво верить такой наглядный, это означает, что если вы возьмете невырожденную симпатическую форму, невырожденную форму, таким образом максимального ранга, и ее немножечко пошевелится, то она все равно остается максимального ранга. Пошевелить форму, это означает, ну, форма матрицы, в конце концов, вы чуть-чуть шевелите коэффициент. Чуть-чуть поменять коэффициент. Значит, ранг, если чуть-чуть поменять коэффициент, он не падает. Почему? Потому что, вообще, условие того, что матрица имеет ранг не выше данного, это условие просто набор полименальных соотношений. Это просто условие зануления каких-то миноров матрицы. Понравильно? Да. Вот. Ну, поэтому, если миноры не занулялись, то и с минусом шевелите коэффициент они не занулят. Но они как-то были отделены от нуля, и совсем чуть-чуть поменять коэффициент, они не останутся. Нет, у вас это слово-топологическое пространство, оно, ну, там есть какая-то нагрузка, там аксиома, это все. А по смыслу это где можно придать смысл вот именно этому понятию, что значит чуть-чуть пошевелить точку. Это, в общем, примерно то же самое. Вот. Так что же все-таки происходит, когда пространство нечестно мерзло? Три, например. Какие там вообще слова? А как вообще СП-3? Нет, слушайте, у нас нет слова СП-3, но форма СП-3 есть. Нет, ну у нас, значит, у нас нет обретения СП-3, но как раз... Получается, что здесь это понравится, но у меня там той штуки, которая пространяет в клубе, плюс еще что-то. Ну, да, да. То есть, так не без любого она вообще может быть. Да. Да. Это где вот это? Ну, вот на кубических формах вообще, как правило, нельзя здесь вот такая работа. То есть, это, наверное, быстро становится таким, правда не сразу, но быстро. Потому что нужно все снять. Ну это, наверное, отсрекуем просто сцена. Так что, когда я лично форма с ним лам. Что с этим можно. А сколько здесь, кстати? На законом? Да. Желаю, напиши, точно, чего мы хотим. От них, то есть. Можно верно здесь? Нет, купать потом, сначала для нечетно-мерного пространта. Сейчас, для нечетно-мерного пространта можно только сделать. Кто-то у вас интервью. Да, да, да. То есть, с G, ну, G, это N, 0,2, N, плюс 1. И то же G, V действует на 0,2, G, то есть на билинейных пососиметрических формах. Да. Вот, и вопрос, кто тут открыто есть? Ни кто-то, ни кто-то, ни кто-то, ни кто-то сказал, все. А кто у них открыто есть, а кто-то есть. Такое, что же, что я не помню, открыто. Ну, вот. Это раз, и второе, что это, что вы не знаете. То есть, как вообще эффект, что вы не знаете. Да, 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 тюнирш. То есть, вот этот, вот этот сплеер. Сейчас, да, ровненько. Форму равен 2, а 3. Нет, да, да. Форму равен 2, да. Да, да, да. Да, да. Да. Но никакого, никакого больше, его равен быть не может. А такие образуют открытое множество. Сейчас, у нас вообще дальше было про, там, кривое. Да, да, да. Это, это разогревается. Это, вот это подготовка. Мы хотим, что можно поделиться. А, что мы не поделимся. Нет, отсюда просто действительно возникает неидивиальный, ну, один неидивиальный, в примерстве. Тема корней пока нет. Угу. Сейчас мы шевелим внутри пространства всех. Ну, шевелим внутри комборства. А это тоже? Форм. Да. Владимир Владимирович. Нет, ну хорошо, они хотят про корни, они не могут услышать про корни. Конечно. Однако, такие вещи крайне желательно понимают. Потому что… Ну… Нет, в принципе, есть задача про описание УВТ. Ну, во-первых. А во-вторых вообще… Нет, ну тут, в принципе, ограничения не знаем. В общем, не такое сложно. А, кстати, уже есть последнее про это. Ну, я думаю, что в следующем раз, может быть, хорошо и попросить вот эту группу описать, что это, собственно, за группу такая. Ну, вот в блочном виде, я представляю. Да, да. В этом видео. Это ВВТ. Ну, В Омега, где Омега, у которой открыто видно? Ну, да. Это, наверное, определение… Ну, вот уже было сказано, наверное, ответ на этот вопрос – это просто ранг Омега равен 2M. То есть это значит, что Омега приводит к такому виду, что там блок такой максимального размера, где тоже единички, не единички, а не единички. Сейчас, его же можно можно… И один еще 0, если… А что там написано? Теорема оранжия говорит, к какому видео приводится. Да. Ну, а… А еще можно в двойственном виде написать… Ну, вот так. Ну, нет. Никто не говорит, что это сложное задание. Ну, просто выживали на самом деле. Ну, так и хорошо. Не буквально. Вот, а с кубическими формами мы можем сейчас только одно интересное, где, собственно, при ком N это становится наконец-то так. Ну, при ком это сказать – нет. Ну, там. Да. Ну, когда начинай с таком T, ну, просто не будет так. То есть, наоборот, так и будет. Да. Так и будет, да. Так. Ну, вроде, с шести, да? Сейчас… Ну… Ну, что, где нет? Не-не-не… Сейчас я… Ну, я… Да. А, наверное, можно сказать. Ну, и… Да, украшение жизни, да. Нет, нет, и не 6. Правильно? Разрешение не равен. Даже 7 ещё. Я говорю по математике. Соответственно, если 7, то соответственно оно стоит, сами понимаете, 6. 8, 8. Нет, 8. При 7 там будет равенство. Там будет 7 на 6. А, при 7... Ой, при 8 точнее. Сейчас. 8, короче. Сейчас, 7 минус 1. 6 и 5, а слева будет 6 и 7. Поэтому 7 мало. 7 от решения 5. Да, 8 будет... Сколько там будет? 7 и 6. 6 и 5. 6 и 8 на 7. Да, тут 6 и 5. Ну да, да. А тут 2 группа. Сейчас. Сейчас. Это 2, в очереди. Это 2, в очереди. Тут... Какая-то... Какая-то... Нет, 6 и 7... 6 и 7... Это не мало. Как? 6 и 8. 9 на 6. 8 на 7. Меньше, чем 8 квадратов. Меньше, чем 8 квадратов. Да, так что 9 надо правильно. 9, да. 8 на 6. 8 на 7. 8 на 7. 8 на 8. 8 на 7. 8 на 8. Очень сложно, да? Значит, 9. Значит, 9. Вот мы будем изучать потом 6 и 7. Но сейчас оставляем это. Для потомков... Для наших потомков. Выше группа же 2, так. 2, которые исключены. Да, до 8, там еще исключены. Оставляем. Переходим к кормям. Да, хорошо. Все, стираем. В смысле про эту треянную форму все-таки задача остается цитализацией. Оно может уже не такая простая? Слушай, а представьте, цивилизация самой элементации теории. В данной. Так... Значит, достаточно про это самое настроение у нас. Нет, граждан, а это достаточно пространение группы. Потому что человек сейчас вам расскажет. А корни... Ваких, вперед. Да. Да, значит, что, собственно, говорится, что система когния — это следующая задача. Это вообще множество, но некоторое, конечно, множество, что они наведут векторов в горшотке по электрическому аттракции. Вот эти звездочки с игнорированием, да? Ну, в принципе, там скалерное произведение есть, так что можно играть в руку, потому что, если он так уютнее, то будет звездочка. Так просто проще вспомнить, да? Ну, и окажательно, да. Значит, то, как это возникало, а звездочки, потому что это звездочный образца, чтобы мы прилили максимального тора в какой-то компактный путь. Вот, вижу. Х — это решетка характера. Этого самого максимального тора то есть гномортизма поискулаем вокруг. Соответственно, вложено… Х вложено в двойственное пространство к октябре Е просто посредством того, что у всякого ляма есть дифференциал движения. А дельта — это просто те характеры, которые возникают в разложении действия тоже с сопряжениями на алгебре Е А если у нас есть х без нуля, которые присутствуют в вложенном положении… Это напоминание конструкции, тот объект, который тут получается. Значит, стеклорировалось, что этот объект обладает некоторыми твой. Правда, не доказывалось, что, во-первых, если альфа и бета в системе корней, то отражение бета относительно альфа, то есть бета минус два, альфа, альфа, альфа тоже есть. Это раз, и во-вторых, вот это число целое. И третье, ну, нет, отсюда надо потребовать, чтобы не было лишних примеров. Система корней, то, что называется, приведет. То есть, в принципе, из этого условия следует, что если альфа лежит в системе корней, и k альфа тоже там лежит, то k может быть либо плюс-минус единицкий, либо плюс-минус двуский. Ну, и плюс-минус 1,5. В этом условии состоит в том, что никаких двоек 1,2 не будет. k альфа может быть либо плюс-минус. Сейчас, по-моему, зачеркнуть нужно? k альфа нет либо плюс-минус? Нет, 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 нет. Если и альфа, и k альфа, понимаете? Хорошо. То k вернутся к нинусу. Ну, это условие. То есть, в принципе, чему равно альфа альфа, мы, столь говоря, не знаем. Да? Ну, в принципе, да, потому что... Но зато, правда, из условий, которые там написано, мы знаем, что если альфа, то минус альфа. Вот это следует прямо на круженькое условие. Я думаю, если альфа, то да. То есть, если альфа входит в своем противоположном. Ну, потому что если раз альфа влюнить кальций, то что получится? Ну, и раз альфа. Ну, да. Вот. Вот. Ну и, собственно, первый пример системы корней. Он был просто вот такой, одномерный. Это простые или простым корнем? Что называем? Простым 50 будет. Пока не было как-то. Пока просто, множество корней. Да, множество корней. Еще раз. Вот тут будет почти все и просто все сказано. Значит, это конечное предложение. Вот. Пространство вещественное, да? Да. Форму мы предполагаем здесь положительно определенным. Киркизовым. 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 И, значит, более того, оно лежит даже в некоторой решетке. То есть? Да. Вот такое условие. И еще, что такого сорта отражения из корней там делает кожу снова, чтобы что-то тут написано. И, ну, и немножечко еще вот так. Нет, то же самое решетке и вот это условие, наверное, примерно у него одно целое. Ну, ладно. Так. Так. Можно на всякий случай это выберу почему-то. Надежно. Ну, так. Значит, почему эти условия выполняются для алзитролизии, хотя бы участие в них, хоть что-то? Ну, корни это вот это. Понимаете? То есть вам дают алгеброли, только, значит, давайте скажем, значит, у нас алгеброли, это она комплексная, да, для того, чтобы такое было говорить. Понимаете? Ну, ну, вообще, можно создавать компактные группы, а алгеброли потом в комплексе. Ну, да. Значит, как бы то ни было, когда Тор при этом превратится в компактные группы, это произведение окружности. С1, 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 С1. Значит, после комплексификации мы, ну, Тор можно даже особо не менять, но мы можем... Собственные вектора, вот эти самые, которые там есть, и, ну, так сказать, и они являются характером. То есть они заведомо лежат в некоторых решетках. С1? С1, 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 С1. Значит, поэтому выполняется вот такое, то, что это лежит внутри решетки. Вот. Почему выполняются условия проотражения и откуда это берется у outcome? Это объяснить, конечно, что это труднее, да? То есть, ближайшие два троих, это объяснить не так? Нет, это два троих, это объяснить не так. Так. Но это мы хотим сказать. Нет, наверное, это объяснить не может быть. Ну, можем, но нельзя общаться. Но сначала надо сказать. Ну, в смысле, для понимания происходящего, действительно, надо сказать, что кто-то вообще берет вот это условие. Вот. Ну, давайте, например, вспомним, как это вообще все устроено. То есть, если ваша группа G, это СУ, R. СУ-3, например. Ну, например, СУ-3. Вот. Тогда, вот, алгебра Ли, это, соответственно, алгебра Ли СУ-3, и на ее комплекс питатель просто СУ-3, вот. То это просто диагональные матрицы, Z1, Z2, Z3, такие, что, значит, значит, если честно с технопомогой единицы, и произведение тоже единицы. Вот. Теперь характеры, ресурсы характеров тоже. ну, значит, это двумяльная группа, то есть это С1 на С1. Вот. Перевал мы про Ли. Это двумяльная конца, так, что это все равно, что, ну, так, ну, так, ну, так, это матрица из С1 на С2, из С3, и что из С1 на С2, из С3, там, ну, вот. Ну, вот. Значит, теперь что? вот. Вот. А что звездочкой, место решетки. Это какие функционалы? то есть как вообще выглядит, как вообще выглядит коммортизм из вот этого Тора? по окружному. Ну, З1 уже он завязывал. Ну, Николь, так переходит. Ну, да, что, значит, элемент З1, З2, З3, ну... Ну, маном какой-то? Да, он может перейти в любой маном, на самом деле. З1, какой-то из пятника, З2, если не М, если не М, М, ведь метр уже все возможно. Да? Да. Вот. Но, как по... Но при этом галморфизм, заданный, значит, k равно 1 или равно 1, m равно 1, он тривиальный. Ну, собственно, это согласовано с тем, что тарша звездочный, это такие... это трехмерное пространство. Ну, что-то это... 3, 2, так, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 3, 3, 1, это 1, 2, 2, 1, 2, Вот, это, соответственно, вот так всё в этом случае строено. Значит, теперь кто такие корни? То есть корни от каких-то векторалов так? Вектор любит элемента отсюда. Ну, это мы обсуждали, какие, ну скажите, какие-то конкретные элементы вот этого, собственно, пространства, и их даже больше штук. Кто это? Ну, то есть это какие-то вот эти тройки целых чисел по античизной подруге, да? Да, да. То есть это какие-то тройки вот этих целых чисел, то есть какие-то моробы, которые возникают при действии тоже сопряжениями на матрицах, на бесцветных матрицах. Ну, вообще, если я там сопряжу... Ну, это вот такое... ну, значит, какой-то матрицами или... Ну, то есть какие, собственно, такое? Ну, это за один, а за два, или с первым. Ну, и за ты-то на житая, или с первым там... ну, да, это... ну да, это тоже... ну, это может, это еще три элемента. А функционалы действуют как просто они берут элементы x1, x2, x3 и отправляют его к 1, x1, x3, да? Да, да, да. Да, правильно? Да. Ну да, то есть вот тут, соответственно, вот такой есть... Ну, есть и здесь сейчас смолый минус х1, минус х1, минус х1, минус х1, минус х1, минус х1. Окей. Вот они все, которые там не будут. Вот, значит, ну, видно, что штамеры, в общем, разбиваются на пару противоположных, но, собственно, собственные бектры с данным собственным значением, с данным мановым, это, ну, просто матричный единический е и жидкий. То есть на е и жидкий будет характер, соответственно, с сжитым е и жидким. Соответственно, капотилонное матричное единическое е и жидкое будет взаобразный характер, но это значит, что будет противоположный элемент решения. Они вот так раздеваются на пару. Теперь, значит, основное техническое средство вот для этого, оно стоит следующее, чем что, что матричная единичка, скажем, ну вот давайте возьмем вот такую матричную единичку, которая соответствует корню. Иди, минус, альфа. Сейчас в чем же дело? Мы возьмем какой-нибудь корень экшен, да, какой-нибудь элемент экшен, да, посмотрим на соответствующий собственный лестер в алгебре, в SL3. Вот, и возьмем противоположный корень, посмотрим на соответствующий элемент в алгебре. Вот, утверждается, что они вдвоем подождают SL2. То есть можно считать вот этот Е, а этот считать Е5. Что это такое? Ну вот Е и Ж, нет, ну как, это матричная единичка. А, ну и Ж, это минус. Да. Вот. То есть я Е5. В данном случае это кто такой? Это матрица, в которой тут будет один, сейчас, один, минус один, ноль. Я установлю в стоянных местах. Вот, это соответственно H. Вот, а если товарищи втроем, образуется SL2. Видите? Ну, если вы были две, если вы были две? Да, да. Внутри вот этой алгебре мы начали, то есть мы так можем сделать по каждому корень. Для каждой пары, вернее, для каждой пары противоположных корень, мы можем найти... Почему это соответствует такой элемент Е5? Ну, потому что... Ну, потому что... Ну, да. Вот, если собственное значение Тора вот на этом элементе, оно равно Z1, Z2, минус один. А, еще я понял. Вот. На этот характер Z1, Z2, минус один. З2, минус один. ТО есть, с 1 и 1 и 1 и 1 и 1 и 1, и, а, ну, это, мы и Алифа. Ну, смотри, мы действуем H Алифа, ну, мы же действовали каком-то элементом. На его, собственно, значение вот должно быть Тора. Ищем на него толстый зерк. Мы действуем, все время действовали на Алифе, припустить на него представление. Поэтому и альфа это у нас сейчас элемент кинофейк, и вот для этого собственного значения он будет собственным вектором. Теперь мы говорим, что вот тем, что действовали альфа, и относительно альфа и альфа, они образуют СС-2. Вот. Нет, а, то есть я на то же время ссеру эту картинку, и вот эти шесть элементов, они вот так вот могут быть. Вот. Значит, ну вот это 1 минус 1, да, это соответственно 0,1 минус 1, это 1 минус 1. Ну, не противоположен. Вот. Значит, теперь, собственно, идея в следующем, что если, ну, вообще вот эти все собственные векторы, но за исключением тех, которые в той же, в катательной аудитории Тора, то есть, собственно, значение 0, все остальные, их можно составить все-таки идея. Вот. Значит, теперь спрашивает, вопрос такой вот, если я возьму коммутатор двух элементов. То есть, если они не из одной, то это 0? Да нет, почему нет? Ну, например, я могу вот такой прокоммутировать, ну, если это 1 минус, прокоммутировать с вот таким. А можно вопрос? Что конкретный корень, это вот 1 минус 1 ноль, вы выбрали, вот там ты захотелось ли это? Ну, пока для примера, просто. Нет. Слушайте, вот что конкретно торчащее вправо, это 1 минус 1 ноль. А именно, мы не имеем право как-то. Слушайте, это наш выбор? Или это как бы экономический? Как хотел-то, ну, да. Ну, нет. Обычно, действительно, это так версуют. Ну, ну, как бы от этого ничего не меняется, но мы поменяем. Не поменяем. Да, полный произвол. Да, противоположный, соответственно, нет противоположный. Ну, да. Не, ну, а этот равен сумме двухтоварищей, который является 20. А, ну, да, вылично. Ну, а, вы видите, значит, что мутатор этих двухтоварищей, он, ну, он, типа, вот так вот. Ну, может, с минусом. В данном случае получилось, вот, ну, по крайней мере, он... Ну, да, так же соответствует на... Я говорю, системы карниз, это просто сложение, да? Да. Вот важное наблюдение, что он действительно, что он складывает, что он лежит в пространстве, натянутом на яйку. Ну, а если такого нет, то... В данном случае это у нас получается первое... Первый случай адрес получается... Ну, в 1-1, да? Ну, в 1-1, да? Ну, в 5, то фунтируем я встретил. В 7-2, в 5. А, да, все понятно. Ну, вот. Ну, не всегда так. Будет это совсем пространство. Просто назовное действие сопряжения, значит, что мы так делаем. Вот. Значит, ну... Ну, а кроме того, вот мы видим, что это считание С-2. Ну, это что значит? Это значит, что... Если я возьму какой-то... какой-то EPS и начну на него действовать коммутатором с E-1. То есть сначала у меня получится... Ну, какой-то красный, но, грубо говоря, это получится E... А, ну, E-1. Не, ну, вообще, у нас действительно имеется 8-мярдное пространство, да? Вот. Ну, у самого С-3 оно же 8-мярдное. И внутри него имеется А-43 С-2, да? Вот, который, собственно... Здесь нарисовано 3 кольма, значит, 3 С-2. Значит, то, что Леонид пишет, это каждая здесь такая середуаль действует на этом 8-мярдном пространстве посредством коммутатора, да? Чем на любом 8-мярдном пространстве? Ну, всё... С аугибрами. А? Ну, в аугибрами. В аугибрами у нас имеется базис, он, собственно, какой. Вот в этой точке у нас сидит картан, то есть двумя размерами. Диогенальные матрицы, тут на самом деле два базиса. А вот конец, то есть по одному. Значит, сегодня там имеется 8 штук. Значит, теперь... Значит, мы уже договорились, что это, это и это, это середа. Ну, и вообще эти 503 штук. Вот. Ну, значит, где эти выделяете С-2, там, собственно, три вектора. И этот, и этот будет коммутатор, который вот здесь. Значит, теперь... Значит, всё это 8-мярдное пространство, это присоединённое представление над собой. То есть это означает, что... Вы берёте вот так же, то, что отвечает этому вектору, может с ним коммутировать. Потому что отвечает этому, может с ним коммутировать. Ну, что, собственно, здесь нет. То, что отвечает этому, тоже можно коммутировать. То есть по одному на 8-мярдном пространстве у нас получаются три вектора. Вот. Которое составляет представление С-2. Правильно? Да. Правильно. Значит, ну, это представление С-2, это очень явное. Ну, вот всё тут, собственно... Ну, да, то есть если я действовал вот этим, товарищу, скажем, если у меня яйца... А, сейчас, я тут сказал, что у меня яйца вот это. То есть если я вот действовал вот этим... А что получится, если вот с одним и двумя корнями то же самое сделать? Ну, сейчас увидим. Вот есть постпредставление С-2, которое начинается из этого вектору. То есть вот где альфа, я на 2-мярдном, сальфа попал сюда, и по 2-мярдном, сальфа попал сюда. Вот. И есть ещё тот, который начинается отсюда. Я взял, подействовал в е... Да, подействовал в е-мярдном, сальфа попал сюда. И всё, а дальше уже яйца вот. Вот. И есть, соответственно, аналогично здесь. Вот, ещё раз. Вот это, вот это, вот это. Видите? Да. Ещё есть вот в этом месте оно как будет. Вот. И что это? Вот в верхней основе. Видите, что у нас в основе действует? Ну, это я взял где-то это, какое-то другое. Да, да, да. И подействовал на него. Ага. И на этом на него действует вот эта мярдна сальфа, пройдёт из него постпредставитель. Нет, вот эти точки, они на самом деле, им отвечают элементы алгоритма. То есть, если вы берёте то, что отвечает рядом, он коммунитируется с этим, попадается сюда. Лена, если вы начали действовать, допустим, на вот самый левый, самым правый, то там он начнёт выходить, типа. А куда? Если ты вторая на смысл вкладываться, здесь коммунитируя эту сальфу, я должен попасть сюда. А куда? А тут ещё нет. А в чём ты вообще такой смысл этого проделанного? Ну, куда будет? Нет, ну какой-то смысл худеет, потому что, что мы знаем, как устроено всё представление SL2. Не, ну а при чём тут представление SL2, если мы взяли по действию EMT? Не, 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 минутку. Мы взяли какой-то EMT и пробили от него представление SL2. Вот эти два вектора, если вы его отвечаете, это представление SL2. Потому что вот этот коммунитет опять перегоняет сюда, значит 0. А, да, да. То есть мы можем всё вот это SL3 и C разложить относительно SL2, относительно вот этих действий, вот этого SL2. И это то, что вот на такие кусочки здесь нарисованы. То есть представление на том, что где? Ещё на том, что где? Да. Ещё на том, что здесь? Да, ещё на самом деле тут будет копия древянного представления. А, да. То есть в объявлении 8 это вот что? 3, плюс 1, плюс 2, плюс 2. Ну, 2 сверху и 2, но мне просто с этого не хватает. Да. Ну, да. То есть есть вот это. И SL3 разбивается, она вот в сумму. Ну, то есть, скорее, если 2 разбивается в сумму, конечно, не верно. Ну, отсюда она разбилась вот там. Да. Сумма числа – сумма представления SL2, а представления неприводимых. А неприводимые представления SL2 мы знаем, как устроено. У них было численные веса, которые симметрично относительно... В смысле? Мы взяли представление SL2, взяли там подалки звуяration SL2 и рассмотрели, что это за представление этот подалки? Да. Да. Мы вложили его совсем конкретное представление. Мы взяли согласие на то, что Brux스 присоединили. Ну да, да, да. Ну так он сделает с любыми, но, да. Не нужно, наверное, чтобы 1-1, да. Вот, ну, значит, а какие тут, собственно, вот, значит, следующий вопрос, какие тут будут, ну, в конце концов, это все неприводимые представления с льва, а какие у них веса? Да. И проведем представление с льва, а они умерут в старшую веса. Ну, в данном случае, да, в данном случае, кстати, старший вес 1, тут старший вес 2, тут тоже старший вес 1. Ну, и вообще веса 1-1, 2-0, 1-2, 1-1. Вот, а вообще, я говорю, вычислить можно так, что просто надо вот этот а6 применить. Ну, если это E-b, тогда точно не будет, а а6 уже 0-10, то E-b. Не, ну, тут, значит, ну, тут так получается, что а6 он не является, он и сам является тем самым а6. Ну, вообще, я говорю, это происходит не всегда, но... Ну, в общем, если мне в таланте в детали составить, то, соответственно, места не будут. А если у кого-то, то на самом деле нет, ну, все-таки, мы можем выбирать, но надо, кстати, отправить. Ну, если правильно это будет, то... Альфа, 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 альфа... Подожди, а кто же я альфебета, я... Ну, я сделал СССССР, соответствующую корню альфа, и начал, и породил представление из корневого вектора гензерка. Да, подальше вы подразумеваете я альфа. Теперь относительно вот этого СССР, СССР соответствующая альфа, но там какие-то бессонны. Вот, вы знаете, что они уточнили? Ну, это... Вы подальше подразумеваете... А какое считаете склевое? Или только чисел? Это нефлярное произведение. Скаля? Ну, подальше подразумеваете только чисел или... Да. Только... Только чисел. У нас отражение, как говорится, да? А, вы знаете, да? А, ну вот, ну... То, что тут написано... Нет, ну, в данном случае можно проверить, что они такие... Ну, можно явно убедиться, что они такие. Ну, где вот это означает просто обычное скалярное произведение, просто как трое... Как трое число. Ага. Вот. Но... Нет, это идея выражена почему. Система корней вообще общая. Она превратится из чего-то такого, да? Значит, по этой системе корней... Ну, вот... А... Альфа, это что, собственно говоря, такое? Значит... В это само по себе, да? Ну, оно входит в какое-то представление, соответственно, человеческий два. То есть... Ну, вот... То есть набор корней, который... Ну, вот как здесь. То есть одна науш, вот эта двойка. Вот. А на представлении ССССР есть такая оператор отражения относительно середины. Оно симметрично отражается. И это и есть вот эта оператор отражения. Да. Вот здесь вот тут эксплуатируется тот факт, что вот этот набор весов, он симметрично относительно нуля. То есть если есть вес, то есть минус вес. Поэтому если есть бета, то есть и бета минус кратное альфа такое, что, соответственно, вот это будет с минусом. Вот. И это как раз означает вот это условие. Но можно еще напомнить, почему у меня СССР так происходит? Ну, про элемент 0.1 минус 1.0. Что же у нас такое делается? Почему симметрично? Ну, да. Можно еще сказать, что... Но вообще это общее представление СССР, что такое делается? Ну, то есть все переводит так. Значит, внутри СССР, есть элемент 0.1 минус 1.0, который, действуя на представлении, как раз переворачивает все веса, а не этот на противоположный вес. То есть весовая ветка переводит весовой ветка с противоположным весом. Вот. Соответственно, если тут, ну, вот, можно заметить, что если тут вы возьмете, действительно, ну, вот, выберете СССР таким образом, в соответствующей подгруппе возьмете вот такой элемент, и подействует им сопряжением, сопряжением с помощью этого элемента... То вот он ровно такое и сделает. Он ровно это и делает. Он вот эти, которые поменяют местами, вот эти поменяют местами, вот эти поменяют местами, вот эти поменяют местами. То есть он сделает отражение одной битвы. Вот. Идея в том, что каждому коню, каждому элемент отсюда, я могу спасать СССР, СССР, а соответствующей этой подалгебре ЕСССР группе, выбрать вот такой элемент. Вот такой... И если я ему подействую, то он, соответственно, переставит собственный вектор и соответствующий камеру. Для того, чтобы мы осуществить перестанут монтаря, который будет отражать вовремя. Ну... Физерная группа верия может просто? Вот. Но на самом деле все такие отражения, все вместе, они поражают некоторую группу, которые действуют на решетке, ну, на вот этом нескликовом контракте, сохраняя решетку и сохраняя систему тормоза. Вот в данном случае, например, для СССР, это трубка, порожденная отражением, отражениями, ну, трех части. А шарфа это получается, ну, ноликус на тормозе, да? Ну, да. А шарфа откуда? Ну, да. А здесь он выяснил. А почему так, если высказали, там, это один минус один двой, а там, типа, тоже один минус один ноль? Веса два, ноль минус два. На середине. Да, середину укладываем на два. А... А, да. Нет, он сказал, что тут записано один минус один, и тут записано. А, нет, вы сказали, что это тебя там как-то связано? Ну, я попросил. Ну, да, нет, ну, ну, скорее всего, да, я думаю, что это... Ну, не знаю. Нет, ну, а шарфа это... Ну, можно сказать, что... Ну, на пространстве аж есть скалярное произведение, неудожественное. что это сделало, оно так, чтобы здесь так далее. Вот. И... И... Поэтому, элемент... Ну, тут живет аршарфу. На скалярное произведение, от аж есть аж с аж с бесточки. Здесь есть альфа. Вот. Но вот эти элементы, они... Они связаны, например. Связаны следующим образом, что аш арфа это... Но у нас R6-5, на самом деле, с iPhone, умноженный на 2, бензинная F5. То есть, я правильно понимаю, мы, получается, нашли ГСС-2, и действуя уже на другие корни, там, на эллипуэта какой-то, мы получили, что она перегоняет их, вот, там, вот, пару друг друга в себя, да, верхнюю и нижнюю, да? Ну да, да. Вот так. Ну, даже много таких преобразований, видите? Если ясно взять, то это будет вот так. Если ясно взять, то это будет вот так. И еще третий. Вот. Значит. Но это такие симметрии. Такие отражения, где группа вея, в этом определении, это то, что имя возрождено. Вот. Ну, может быть, Лёнь, может быть, наверное, стоит написать просто точное определение, вдруг уверен, это сказано словами, может быть, точно написать, и определить ее потом еще как фактор с аналогичностью. Ну, да. То есть это, в принципе, тоже теорема. То есть пока мы... Не напиши просто определение. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ну, ВВ – это группа, пораженная всеми и царицам. Вот. 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 Пораженная всеми и царицам. Значит, другое ее описание, но вот в статистике, что это то, как действуют некоторые элементы из группы G при присоединенном действии. Оно состоит вот в чем, что внутри... Значит, если мы вспомним про эту компактную группу, в ней у нас будет ток. Вот. Значит, внутри группы G есть такие особо хорошие элементы с точки зрения этого тока, которые... ну, сопряжение которого сохраняет ток. Ну, это нормальный этап. Р, 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 Р. То есть это были нормализаторы в детстве. То есть это значит, что... Ну, то, что написано. Ну, то есть это значит, что для любого H есть слога G H в минус 1 тоже есть слога. Вот. Ну, вот вам пример. То есть если... Да, в этом примере вы сами скажете. Значит, вот у вас есть СЛ3, ну, СУ3, ну, и... ну, можно и СЛ. СЛ немножко проще... ну, есть у вас СЛ. Вот. ТОР – это диагональные матрицы. Да? Ну, вот. А нас интересуют такие матрицы, которые вот этим свойством обладают. Ну, ясно, что элемент ТОРа, слава Богу, лежит в этой группе. Потому что не сюжетный НЖТ, а ТОР – это коммутативная группа. То есть сопряжение просто... при сопряжении там ничего не меняет. Но там есть еще это. Кто это вообще, говорят, такие? Значит, термин нормализатор употребляется в том, что если одна группа лежит на другой, то нормализатор – это такая максимальная подгруппа, в которой... это наша. Знаете, моя подгруппа является нормальным подгруппой? Ну, вот это же самое, все равно тут и написано. Ну, слово есть слово, но только что... Кто такой ТОР написано? Кто же такой ТОР? Да, если ясно. Он говорит, ну, можно ли я указать какую-нибудь матрицу, которая такое делает и которая в самом ТОР не лежит? Ну, и что это за матрица? Как она вообще реально выкидывает, как матрица? Вы все правильно сказали. Ну, все. Нет, ну, нужно на этой матрице, чтобы при помощи нее есть, если при помощи нее сопля есть диагонально, будет снова диагонально. Ну, при этом все диагонально и подходит. Ну, да. Ну, а... Кроме того, есть еще... Да, а кроме того, есть еще... Какую покажительность? Которая меняет первые декорбинаты местами? Ну, да. Ну, прям вот эта. Ну, может, она домножает еще на какие-то константы, но это не важно. В общем, она меняется. И вообще, любая матрица, которая как-то меняет местами координации... А, то есть опыта перестановки, да? Да. То есть, вообще, матрица такого берега. Я возьму матрицу перестановки и умножу ее немулевые элементы на какие-то числа. Какой-то А, там, В, С... Вот, пожалуйста. Значит, такая матрица, она... Она на алгодице. На алгодице. Вот. Ну, вот утверждение, да, что в данном случае это просто... Она на С, вот это. Да, это нормализатор тоже. Это С, она умножит на С. Ну, то есть, симметрическая двумка, которая там есть, умножит на С. Вот. Ну, в принципе, значит, это определение имеет смысл вообще для любой компактной группы. И теорема состоит в том, что... Ужаса группа Вейля... Это НС, фактор по Т. Ну, просто по построению НС, само Т в ней являлось нормальной подгруппой. Ну, ну, что кроме ТОРа там есть еще крестонок. И вообще все, что... Нет, даже если несколько крестонок, а некоторые из них просты. Ну, во-первых, что кроме Кальказна Матрица, она в той ничего не лежит. Ну, это тоже нет. То есть, всякие элементы Зона Т, ну, в случае, если есть движение по форме СУ, нет? Что всякие элементы Зона Т, он имеет такой вид, что перестановку умножить на какой-то элемент из С. Ну, потому что... Наверное, в следующем разницу должны изготовить кисточке вот с такого вот... Наверное, не нужно, чтобы... Вопросы, да? Да. Да. Наверное, такое... Да, потому что мозг, да. Это не нужно, чтобы... Ну, то есть, это просто было какие-то числа, говорили... Стоит не за мастерю, а эти четыре числа не за мастерю. Да. Ну, а то есть, после этого делать, представить, где это не на то. Да. А почему это все? Эээ... Не, ну... Ну, так, все-таки... Все-таки, если имел всякую диагональную матрицу, Спрягается на то, якобы диагонально, значит, decir что, он mascotte на то, якобы диагональна матрица, переводится на то, якобы диагональ нать. Значит, балетный он должен переходить в... Констант, умноженную на губу- � советский. Калкад. Ну, вот, значит, это просто перестановка балетной примет умножена... из кареллы на-дьагональну матрицу. А утверждение которое делается, что мы могли выбрать Компактную группу вообще профессор Весу ничего не знает, а в ней сделано только такой нарисованной картинкой корней. И симметрическая группа, она вот таким образом стандартная. Ну то есть тут это симметрическая группа, а там тоже. То есть там рассматривается множество такого сорта корней, вот такая нарисованная картинка. И там мы рассматриваем преобразование этого множества в себя, которое порождается этим сравнительным движением. И значит мы так можем назвать теоремизаторы или что? Нет, нет, есть теоремия подтверждения, что вот этот фактор и та группа, которая там порождена вот этими отражениями, это одно и то же. Да. Ничего можно сюда вытащить? Потому что мы знаем, кто... Нет, мы два как бы всегда знаем. То есть он всегда будет сегодня нормализатором. То есть... Да, сейчас. Нет, просто эту группу отражения, которая тут действует, ее можно получить просто так абстрактно, ну вообще не на алгебраически рассматривая, рассматривая разложение относительно сельства. Ну понятно. Да. А можно, если мы обладаем каким-то знанием не только правдой группы, а сразу сказать, что у нас в группе есть нормализатор ТОРа, и он умеет там действовать. И он умеет там действовать. На алгебридеторе он умеет действовать, сохранять систему ХАС. Ну вот. Ну вот. Собственно... Нет, я больше сейчас... Сколько, четыре? Да. День, пять. То есть, к сожалению, уже пора закругляться. Но... Нет, но можно, чтобы, по крайней мере, с прошлым разом, с этим мы на фото продвинули. А пока мы не сделали. А пока мы опять-то все так выходили. Да. Вот. А что это вообще дает то, что в группе есть нормализатор ТОРа, конечно, саму крайне? Ну, то есть, как это вообще можно использовать? Ну... Ну... Это, собственно, смотря для чего. Значит... Одно из изверждений этой науки говорит, что группа восстанавливается по своей системе корней. Вот. Ну... То есть, до некоторой степени это решает. Потому что система корней точно знает про ТОР, да? Нет. То есть, по этому данному... Х, там, Х, Дельта. Вот. Что, собственно, мы можем? Мы можем установить ТОР, действительно. Это компактная группа, алгебредит, которая является Х. И характером, который является Е. Вот. Можем... По системе корней можем построить какие-то еще, там, собственные инвесторы для ТОРа, которые мы в дальнейшем, соответственно, на прямой сумме которых мы в дальнейшем хотим вести систему структуралки тренинг. То есть, такая заготовка... Следующий... Да. Следующий кусок данного, что мы еще знаем в ТОР. В общем, в итоге... То есть, МФТ – это штука, которая по системе корней, по крайней мере, строится очень просто. Да. Вот. Вся группа нет. Это очень просто быть не может. А МФТ может. ТОР и так можем узнать... ТОР совсем другое. ТОР ему подстроят. А потом вдруг... А потом, как вы видите, у евроической. А сюда, значит, можем узнать, что нормализация ТОРа. Другое дело. А это можно построить группу. Ну, вот готовить эту пять рук, то уже все равно это как бы серьезное дело. Нет. В этом направлении, да, это первое широкое направление, не все далеко. ТОР. ТОР. Ну, попрошу. Финально мы хотим участвовать в ДНС коллекции, научить этот проект? Нет. В принципе, мы ее, конечно, хотим. Но, значит, хорошо бы... Группы верят для... Пока мы для СУН, знаю. Вот. В прошлый раз мы даже немножко обсуждали, где вы повеялись для СП, да? Да. Но увидеть соответствующую группу как нормализатор для СП, это вообще-то важное вещь. Я бы хотел уже сделать. Я... Лесов хотел бы. Да. Ну, это несложно и там, и там. Но надо понимать, как оно устроено. Значит, то, что у нас было пока для СП, мы знаем, кто такой... Ну, для СПИ, для СО тоже. Мы знаем, кто такой Т. Поэтому просто тут... Я у них где-то выписываю. Кто такие корни, мы тоже знаем. Вот. Кто такой... Ну, Т, как... А вот вроде, да, но... Максимальный ТОР мы в СП тоже знаем. Вот. А нормализатор я не знаю. Ну, то есть не то, что не знаю, но не выписываю, не делаю. Да, это важно. Важно, важно, важно. Ну, вот... Мы пока не имеем в виду, что здание лишь точка, где эти упрощения были бы записаны. А это вообще фанат. Ну, в следующий раз он будет. Да, да, да. То есть... Ну, поэтому раньше появимся на сайте. Может быть... В следующем разу можно было позвонить. Ну, да. А у нас есть куда-нибудь? Нет, ну, можно... Горько. Ну, да. Как и...